Всем шалом! Мир вам, друзья! Мы поддержим Израиль и еврейский народ нашими молитвами. Пусть Божий шалом придет в сердце каждого человека, а устройство и порядок во все сферы управления страной. И ответ от Господа станет разрешением сложившейся ситуации. Ну а мы начинаем наш новый выпуск. Если вы хотите поддержать наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и поделитесь этим выпуском со своими родными и близкими. А поддержать нас финансово можно, отсканировав этот QR-код или на портале зовсиона.ру. В начале месяца 6 марта евреи во всем мире праздновали Пурим. Злой Оман, как образ мирового антисемитизма, тогда не смог победить, хотя изрядно потрепал евреям нервы. После этого он еще много раз возрождался в человеческой истории. В середине 20 века от его рук погибли 6 миллионов евреев, в том числе на территории современной России. Давайте отправимся в Смоленск вместе с Викторией Андрейкиной. Мы побываем на еврейском кладбище, пройдем по улицам Смоленского гетто и окажемся на месте массового расстрела евреев в Визовиньках. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач Бабьи Еры Смоленщины. И сегодня мы поговорим с вами о Смоленском гетто, о том, как оно жило, как оно закончило свое существование. Мы увидим с вами мемориал, который построен на месте гибели Смоленского гетто. В прошлой передаче мы видели с вами остатки разрушенного моста. Именно по тому временному мосту немцы переправляли евреев сюда, в район Садки. Здесь выделили им 80 домов, которые освободили местные жители, переселившись в центральную часть города. А в эту часть, большую часть города, начиная от еврейского кладбища и до школы на углу, были заселены евреи. Жили они скучно, по 5-6 семей в одном доме. Конечно, их и обирали, и они болели, им не хватало воды, еды, их гоняли на преднудительные работы. Зимой они болели тифом, потому что им приходилось пить грязную воду. Жизнь была ужасной. И сейчас мы стоим здесь, на этой улице, которая ничем не напоминает ту времен Великой Отечественной войны. Но есть одно напоминание. Это табличка с названием «Слобода Садки». Мы с вами находимся на участке старой Смоленской дороги. Посмотрите на эти булыжники. Это мостовая 19 века. Именно по ней евреи из гетто в Садках спускались вниз к Днепру за водой, возвращались оттуда с полными ведрами. Немцы встречали их, сапогом опрокидывали их ведра, и евреям приходилось возвращаться за водой вновь. А сейчас мы с вами находимся на старом еврейском кладбище. И почему это кладбище старое, мы можем видеть по вот этим древним склепам, по амацевам, которые находятся здесь повсеместно. Это кладбище было еще с 18 века. И оно помнит времена гетто. Дело в том, что граница гетто проходила как раз рядышком с границей кладбища еврейского. Это кладбище помнит, как евреи бежали из гетто, когда был очередной расстрел, очередные зачистки. Они пробирались сквозь эти могилы, их настигали пули. Некоторые прятались в сторожке, которая была здесь неподалеку. И эта история была очень тяжелой. Ее надо осознать. Я не просто так держу эту книгу в руках. Она называется «Бабьи Еры Смоленщины». Мы дружили с Цинманом Иосифом Израилевичем, автором этой книги, который 11 лет собирал материалы по Холокосту по Смоленской области. И часть того, что мы можем прочитать в этой книге, легла в основу наших с вами передач. Посмотрите, какую интересную Мацееву мы нашли. Она наклонилась вперед, а со звезды Давида протянулся след, будто Мацеева плачет. А рядом с ней находятся два дерева, два клёна. Они тесно переплелись. И у одного клёна две ветки раскинулись ровно горизонтально, наподобие креста. Вы знаете, мы в этом увидели символ иудейско-христианского диалога. Вот мы соприкоснулись немножко с историей Смоленского гетто. Но по иронии судьбы, после войны именно пленные немцы отстраивали тут целые кварталы. И мы видим тут ряд домов, построенных немцами после войны. И вот мы с вами идем по этой дороге скорби. Это та самая дорога, по которой грузовики из гетто везли евреев на расстрел. Сюда, в Вязовеньковский лес. А что это за веточка у меня в руках? Это веточка лиственницы. Нехарактерное дерево для нашей Смоленщины. После войны потомки тех, кто здесь убит, приехали сюда и посадили лиственную аллею в память об этих жертвах. И сейчас мы с вами пройдем к этому мемориалу и познакомимся с Олегом Борисовичем Авраскиным, который помнит своих родственников, которые лежат в этой могильной яме. На это место каждый год нас приводит, ну что ли, память о моей бабушке и двух тетях, которые были зверски расстреляны в 1942 году, 15 июня. Здесь захоронена моя бабушка по линии отца, которая не смогла, по рассказам родителей, не смогла эвакуироваться вовремя. Здесь остались, попали в гетто и в скором времени вот были вот так зверски и все уничтожены. Нам с детства, честно говоря, ну не то, что вбивали в голову, а еврейская нация, она как бы считалась ущербной. У нас не было школ еврейских, мы не знаем языка. Конечно, вот верные традиции, вот мой сын выезжал, был и в Венгрии, был и в Израиле по линии Холокоста. Я думаю, что вот в детях, в наших внуках, в наших правнуках память о том, что вот случилось, для того, чтобы никогда это не повторилось, собственно говоря, вот мы призваны, наверное, передавать вот это все из поколения в поколение. Цейклин Леевик, 59 лет. Историю своего прадеда расскажет его правнук Александр Перлин. Когда началась война, моя бабушка Цейклин Леевикова с двумя маленькими детьми успела эвакуироваться последним поездом из города Смоленска в Тамбовскую губернию, в Тамбовскую область. Ее отец Цейклин Леевик Лазаревич, который в тот момент остался один, без семьи, в его семье была, кроме моей бабушки, еще одна, еще вторая дочка старшая и пятеро сыновей. Он остался один в городе Смоленске. Оставшись один, никого здесь нет, он уехал себе на родину, в монастырщину. Приехал в монастырщину, увидел, что там немцы, и начал возвращаться назад. Назад он вернулся опять в Смоленск и какое-то время прожил там дома у себя. А потом соседи, русские соседи, его выдали, что он еврей. И он попал в Садки. Садки – это место смоленского гетто, где было сконцентрировано все, собраны все евреи, смоляне. А уже 15 июня, когда немцы решили уничтожить это гетто, он попал в одну из, как это, в один из разрядов. То есть он попал, его с группой евреев посадили в Дешегубку и отвезли в Изовеньке. Там их, ну, одна порция, как бы, этих людей была выкинута и похоронена. Вот, с тех пор мой прадед лежит в Изовеньках. Цейклин Левик Лазаревич. В этом году мы вспоминаем, как 80 лет назад женщин, стариков, детей гетто Смоленщины привезли сюда, в Пасовский лес. И поставили на краю длинного рва, вырытого здесь. Их расстреливали партиями, на детей пуль жалели. Те, кто его привезли в Душегубках, были уже полуживые. Здесь происходило страшное. И в память об этом здесь был поставлен после войны на средства евреев, вернувшихся из эвакуации, при содействии Кивы Моисеевича Фейгина, вот этот белый мемориальный знак, на котором написано, что здесь жертвы гетто. Это было для 60-х годов смелым поступком указать национальность жертв, национальность евреев. Для нас сейчас это кажется непонятным, но были такие времена. Сейчас другие времена. Сейчас вы видите, что помимо этого памятника появились и вот эти плиты с именами убитых жертв. И, наверное, это самое главное. Это и есть воскресить память о тех людях, которые здесь лежат. Две с половиной тысячи человек. Из них 1132 фамилии увековечены на этих плитах. И сделано это в 2018 году силами евреев и христиан в рамках проекта «Вернуть достоинство». Вы услышали сейчас одну из тысяч историй загубленных жизней. И мы возложили эти камушки здесь, как знак памяти. И память должна продолжаться. А чтобы она продолжалась, мы приглашаем вас на курсы для протестантских верующих, которые проходят несколько месяцев в году и начало обучения с 1 октября. И по окончании курсов у нас есть поездки. Как раз таки экспедиция в Смоленскую область по еврейским местам Холокоста. Добро пожаловать! Традиционно в праздник Пурим межцерковные молитвенные служения за Израиль проходят в Московской церкви Роса. Давайте посмотрим, как это было в этом году. Не даст он ноге твоей споткнуться. Хранящий тебя никогда не задремлет. Не дремлет и не спит хранитель Израиля. Господь – хранитель твой, говорит псалмопевец. Пожалуй, каждый, кто был в минувший четверг в Московской церкви Роса, смог вновь проникнуться этим обетованием и почувствовать себя Божьим помощником в деле молитвы охраны Израиля и еврейского народа. Одной из тем межцерковного молитвенного служения за Израиль стал Пурим. Этот праздник – еще одно доказательство того, что сам Господь Бог охраняет и защищает свой народ. Книга «Исфирь» – она очень многогранна. Но, как мне кажется, одна из центральных мыслей этой книги – это непрестанная забота Бога об Израиле. И не забота в каком-то абстрактном смысле, но, прежде всего, страстное желание Бога, чтобы Израиль достиг той цели, которая поставлена им перед израильским народом. Это то, чтобы он был собран в земле израильской, где он достигал бы той святости и того служения Богу, для которого он предназначен. Представители евангельских церквей столицы, настоящие молитвенные стражи, вновь и вновь обращаются к Богу с просьбой благословить Израиль миром и экономическим благосостоянием, благословить Алимов и их адаптацию на новой старой родине, уничтожить антисемитизм и нацизм во всем мире, умножить число церквей участников иудейско-христианского диалога в России, распространить передачи YouTube-канала «Две маслины лайф» по всем гаджетам страны. Молитва за Израиль – это вообще для меня часть моей жизни. То есть этим я живу, и больше здесь нечего сказать. Ой, а для меня, друзья, любовь к Израилю, потечение земли Израиля – это каждый раз вдохновение и объятие с нашим Господом Иисусом Христом. И где-то внутри меня это чувство какой-то божественной любви к ним. Поэтому Израиль – это и духовная, и душевная, и физическая часть для меня, земля, которая чуть-чуть моя и в духовном, и в физическом смысле этого слова. Мне очень нравится фраза, которую использует пастор Павел в нашей церкви. Он говорит, если мы говорим об этом, значит, это важно. Если мы не говорим об этом, значит, это не важно. И молитвенное служение за Израиль, оно длится уже 12 лет. И поэтому я вижу, что это важно. И также в Библии написано, что тот, кто хочет быть благословлен, он должен благословлять Израиль. И это одна из причин, почему важно молиться за Израиль. Канал «Две маслины лайф» Москва. Сегодня мы начинаем новую серию бесед с удивительным человеком – раввином и художником Александром Лосковым. С момента основания он является главным раввином Московского центра современного иудаизма. Он настоящий кладезь еврейской мудрости. Давайте с ним познакомимся. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем цикл передач с очень интересным собеседником, с очень интересным человеком – раввином Александром Лосковым. Раввин Александр является главным раввином религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма России и главным раввином Московского центра современного иудаизма. Раввин Александр, здравствуйте. Мы с вами знакомы много лет, но мне кажется, я не все про вас знаю, что-то знаю, что-то нет. Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы, откуда, кто ваши родители, где вы выросли. Я знаю, что это интересно. Хорошо. Ну, если совсем издалека, то моя бабушка эмигрировала. Это не называется эмиграцией. Она бежала во время войны через Одессу. Тайбель Сандлер, ее сестра была секретарем горкома партии Одессы. И она помогла всем своим сестрам сесть на корабль. Они уплыли в Кисловодск, вернее, в Новороссийск, потом поднялись в Кисловодск. И там начали освобождение. И они уехали в сторону Киева. Но остановились в Ростове. Там я родился. Воспитывался как обыкновенный советский мальчик. И, в общем-то, ничем особенным так и ни от кого не отличался, кроме одного поворотного момента. Это уже мне было лет 16. Пережил небольшую ситуацию. И вдруг поймал себя на мысли, что я сказал, господи, за что? Советский мальчик. Господи, за что? И когда я произнес эту фразу, я вдруг задумался. Это я сейчас с кем? И стал интересоваться. Стал интересоваться вообще религиозной мыслью. Не только еврейской. Я знал, конечно, что я еврей, но меня интересовала вообще история религии. Как люди пришли к пониманию того, что за видимым миром существует какой-то другой мир. И вот все, что попадалось под руку, это был индуизм. Я прочел книги по индуизму. Это был буддизм. Книги по буддизму. Это было христианство, потому что это было самое доступное. Это был иудаизм, но в такой пока сокращенной форме книг Торы. Еще тогда не было. Книгу Торы я впервые купил. Мне было уже 27 лет. В Риге нашел издательство, которое эти книги распространяло. И начал читать уже все больше и больше. Естественно, в первый момент это была каша. Так сказать, облако, гипотез. А потом потихонечку пришел к своей религии. Особенно после того, как в Ростов приехал хасидский раввин. Другого не было. Я жил рядом с синагогой в пяти минутах. И, естественно, мы потихонечку стали туда приходить. До этого только наружащина подбегали к окнам. Там слушали звук шафара, чтобы на следующий год была удача. Это нам дедушки уже рассказали. А тут стал посещать занятия. Стал посещать службы, конечно. И праздники там присутствовал. Я когда зашел в синагогу свои 20 с чем-то лет, я по запаху книг увидел, что это мое, это родное. И, в общем, конечно, дальше стало уже легче, легче потихонечку. Потому что мне рассказывали. Равин объяснял, комментировал. И потом мой друг Александр Михайлович Гейльфер, врач. Он был руководителем уже маленькой общины либерального движения, реформистского движения, прогрессивного. Будут разные названия. Это вот одно и то же. И он говорит, вот есть учебное заведение в Москве. «Хотел бы ты или нет?» Я решил, что да, мне интересно. Это будет естественным продолжением моей любознательности. Я приехал в Москву. Отучился год. Информация была великолепной, большой. Читали лекции на иврите с переводом. Был переводчик с иврита, переводил. Поэтому мы за год сделали практически далит. То есть четвертый уровень. Я уже мог свободно разговаривать и понимать тексты уже не так, как в переводе, как это раньше было. Ну, в общем, наверное, вот с этого всерьез, всерьез начались идеи возникать в голове. Начали идеи возникать в голове о том, что я хочу, во-первых, больше знать. Во-вторых, я хочу в том числе и участвовать, активно участвовать в еврейской жизни. По первому образованию я педагог. Тем более, это помогло мне потом быть хорошим преподавателем. Художественное образование у меня есть. Поэтому я очень интересуюсь изобразительным искусством. Все города, в которых я посещаю, я обязательно хожу в музей. Многие музеи знаю наизусть в силу обстоятельств, что я там долго жил и долго посещал. Ну, в общем, такой восторг перед изобразительным искусством остался до сегодняшнего дня. И сам умею довольно хорошо рисовать и использую свои возможности еще и дальше. Вот. Ну, вот краткая история, такая краткое введение. Ну, вы продолжаете заниматься творчеством? Да, да. То есть сказать, что я там дома пишу картины, да нет. Просто нет времени, работа отнимает все время практически. Поэтому я могу, очень люблю, у меня это ключевое слово, ключевое слово «польза». Вот польза есть, будем делать. Пользы нет, ну, я, наверное, подожду пока. Как-то так. Вот. И нам понадобились в свое время, понадобились календари для нашего движения здесь. И я вызвался, я вызвался иллюстрировать этот календарь. Было непросто, потому что это требует, ну, в общем, концентрации, очень сильной концентрации поисков, языковых поисков и сюжетных поисков. И, да, первый календарь вышел уже с моими рисунками, с евритским текстом. На еврите были цитаты из псалмона, писанные вместо рамки. И, в общем, так он получился. Все сказали, что да, хорошо. Ну, вот, решил продолжать. Решил продолжать. Так что все, что требуется для вот нашей работы внутри общины, внутри движения, я делаю, я имею в виду с точки зрения изобразительного искусства. Да, да, оно помогает. Предыдущее образование помогает еще и, так сказать, в повседневной жизни еврейской общины. Да, да, этим я занимаюсь до сих пор. А как все-таки вы пришли к тому, что вы стали раввином? Ведь, согласитесь, это не совсем тривиальное решение. Это больше, чем любознательность. С одной стороны, человек просто из интереса может начать читать ту или иную литературу и войти, изучить ее. Нет, это было не совсем изучение. Это был вопрос. Тысячи лет люди размышляют в этом направлении. А ведь мы жили в атеистическом обществе, и поэтому это направление совсем было не близко менталитету моему. И поэтому я подумал, интересно узнать, что думали, как думали, почему это так важно для людей. И когда ты сам начинаешь через текст проникать, то ты понимаешь, что с тобой что-то происходит. Проникаешь внутрь, и с тобой что-то происходит. Ты меняешься. И вот в какой-то момент, я не знаю, что произошло, но решение стать раввином было совершенно осознанным. Мне было, слава богу, уже под 40 лет. Под 40 лет было. И я решил, что нет, там что-то очень важное. Больше, чем то, чем я сейчас занимаюсь, важнее. И поэтому я решил, да, я сначала поучусь, посмотрю. Я не был уверен, что я буду, но очень хотелось поучиться. И если я смогу потом передать вот то, что изменилось во мне, то я буду хорошим раввином. Или просто раввином буду приходить, вести службы, и что-то в этом роде будет. Но вот раввином стал по убеждениям. Это правда. Это правда. Сочетается ли в вашей жизни и профессиональной деятельности вера и искусство? Вера и искусство. Ну, с этим не так уж, чтобы очень сложно было. Потому что, с одной стороны, у нас есть запрет на изображение всего, что существует на земле и на небе. И поклоняться ему. Вот ключевое слово – поклоняться ему. То есть уже в сотых, двухсотых годах в Мишне уже было закреплено такие вот диспуты. Может, позже даже в Талмуде они еще продолжаются. Были закреплены диспуты. Может ли, например, еврей ходить в римскую баню? Там же изображение. Ну, то есть были люди очень строгие к этому. Вот есть ли там изображение, то нам все нужно закрыть глаза, отвернуться, еще что-то уйти. Ну, бывают такие очень наивные и в то же время убежденные люди. Ну, хорошо, что у них такие взгляды. Они дают свой вклад, вносят в религиозное мировоззрение. Но раввины, как люди, так сказать, и в том числе духовные, и в том числе рациональные, потому что им нужно выводить законы. Они юристы, в том числе, стали говорить о том, что, а, предположим, изображение на полу, значит, я по нему хожу ногами, я его попираю. Поэтому не страшно, что оно там есть в этой римской бане. А если оно на стене, да там еще может быть Дионис, там может быть еще кто-нибудь, самое главное тут уберечь себя от поклонов, потому что вот нам запрещено кланяться, чтобы не дай бог не подумали. У нас в душе ничего подобного не возникает. Но чтоб не дай бог не подумали, что ты поклонился. Нам поклонение запрещено. Но это ключевая фраза. Не делайте изображение и не поклоняйтесь им. И вот раввины говорили, если я не поклоняюсь, то я могу зайти. Из политических соображений нужно встретиться с какими-то важными людьми. Из экономических соображений нужно что, какой-то бизнес там сделать. Я могу зайти, зная точно, что я не поклоняюсь, даже попираю там, если это на полу. И вот примирение такое с искусством произошло. И мы знаем, не только в последнее время, не только 19-20 век, еврейские мастера, еврейские люди использовали изображения синагоги 17 века, 12 века, 7 века новой эры. Вот так, туда можно выйти. Они использовали изображения, естественно, иногда даже были люди, но в основном это птицы, цветы, использовали изображения для того, чтобы придать особое настроение синагоге. Потому что дома есть дома, дома кухня, дома запахи, дома занавески, а тут заходишь, и вот красота какая. Мы недавно как раз смотрели старые фотографии этих синагог. Замечательное искусство. Ну, не считая уже того, что в 19-20 веке появляются еврейские художники, особенно в начале 20 века. Это Элисицкий, это Шагал и Фальк. Это просто чудо. Люди были евреями. Нет, 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 это евреи вот отсюда, как у нас принято говорить. И в то же время они не боялись живописи, потому что переполняют чувства человека. Он их выливает, так сказать, формирует в картину или скульптуру. И к поклонению это никакого отношения не имеет. А вот еврейская душа часто была видна, и люди могли разделить чувство одного еврея, передавалось другому еврею. Что в этом плохого? Нет, ничего плохого нет. Если не поклоняться, если не считать, не называть и не предполагать за этим какую-то языческую религию, то, в общем, ничего страшного нет. Я уже говорил и подтверждаю, что я большой фанатик запросительного искусства. Обожаю музей Мадрид. Всем советую. Мадрид, всем советую. Лучше нигде ничего нет. А какой музей в Мадриде? Прада, Прада. Прада, понятно. Так что, да, да, сочетать можно. Самое главное очень точно разделять у себя в голове. Это нельзя, это нельзя. Нельзя поклоняться, нет. Смотреть. Иногда задают вопрос, как искусство может помочь или не может помочь, или мешает помогать. Как искусство может помочь, так сказать, продвинуться в духовном плане, то есть понять вот религиозные сокровенные мысли и чувства, может или не может. Я вам расскажу одну историю. В Англии мои знакомые попросили меня провести урок изобразительного искусства. В одной из общин я попросил приготовить кусочки орстекла, водорастворимые краски и листочки вот ровно с это орстекло. Листочки бумаги достаточно плотные, чтобы они выдерживали влажную краску. Мы пришли, собрались, и я им сказал, что урок будет довольно странный, он обычный для художественного училища и в то же время странный для них. Я попросил их нарисовать натюрморт или изобразить натюрморт, написать натюрморт, потому что это все-таки краски, написать натюрморт, отражающий характер человека. Задание непростое. Нужно быть очень-очень внимательным человеком, чтобы не тупо перечислить предметы, принадлежащие этому человеку, а найти образность, почему он их использует. Так вот, такое задание я дал, так сказать, членам общины и сказал, что мы будем в этот раз делать не совсем привычно. Этот натюрморт мы будем писать не совсем привычно. Методом монотипии, то есть одноразового отлипа. То есть они нарисовали что-то, эскиз на бумаге, потом я попросил накрыть этот эскиз пластиковой пластиной, на этой пластиковой пластине краской обвести, навести, раскрасить что-то, а потом на другой лист отпечатать то, что получилось. Ну вы представляете, что получается в монотипе. И когда ты отлепляешь листочек, растекается краска то в одну, то в другую сторону. И вот, в общем, какие-то совершенно неожиданные повороты, структура, фактура, все разное. Вот они сделали. Я говорю, а потом второй цвет, моете пластиночку, второй цвет, потом третий, потом, в общем, довольно сложно. Они занимались долго, наверное, час, хотя это достаточно просто, сделать и в то же время около часа. И потом у них получилось. Каждый высушил, расставили, рассматриваем. И я даже не просил, я даже не просил, чтобы они объяснили свои натюрморты. Но они стали объяснять. И вот тут я про них услышал многое. И их проблемы, и их трагедии, и их маленькие радости. Люди делились собой между своими друзьями, между прихожанами. Каждый из них раскрылся. Раскрылась душа, которая задумала, а потом руками сделала. Но, в общем, это дорогого стоило. Мы долго-долго слушали интересные рассказы. Я думаю, что им это помогло лучше узнать друг друга. А мы с вами знаем. Бетухам! Я буду жить между вами. Вот как только два человека начинают по-настоящему с тобой разговаривать, как только они становятся искренними, Бог, Бетухам, он появляется между ними. Это другое состояние души. Это не совсем то, что я хотел, как получить, как результат. Но это был потрясающий опыт. Я думаю, что я его еще несколько раз повторю. А второе – это то, что я хотел сделать. И в конце концов, я так и сделал. Ну, в общем, это тоже немножечко так раз, и их заинтересовало. Я говорю, посмотрите на ваши решунки и скажите, вы хотели, чтобы вот это изображение было точно таким, как оно сейчас есть? Они говорят, ну, нет, там же из-за этих… Я говорю, ну вот, немножко вы, немножко Бог. Спасибо большое, Раф Александр. На этой замечательной ноте мы попрощаемся с нашими дорогими друзьями и слушателями. До следующих встреч. Бог выбрал Авраама. Почему он это сделал и какова его главная цель? Давайте узнаем это и многое другое, следуя по стопам Авраама за богословом и журналистом Йоханнесом Герлофом. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего. Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя и возвелищу имя Твое». Что мы видим здесь? Как Бог избирает, выбирает Авраама. Я хочу раскрыть вам смысл того, что есть выбор с библейской точки зрения. Местоположение, которое Бог избрал для Иерусалима – гора Сион. В Захарии 3, 2 Господь называет Сега Бохер Бе Ярушалаем – Господь, избравший Иерусалим. Вопрос – в чем заключен смысл избрания Иерусалима? Если мы посмотрим в Писание, мы увидим, что Бог хочет, чтобы Иерусалим был в Его убежищем, чтобы там обитало Его имя. И особенно Он выбрал Иерусалим, чтобы здесь открыть Своё Слово, дать отсюда свои инструкции, быть фокусной молитвенной точкой. И, наконец, Бог избрал Иерусалим в качестве жертвенного алтаря, или, если мы посмотрим на Него сегодня, как место жертвоприношения животных. Сюда люди приводили животных, чтобы убить их согласно определенному порядку присутствию Бога. Давайте посмотрим на избрание людей после Авраама. Он выбрал Моисея и Аарона для особой цели, чтобы ходатайствовать за народ Израиля. И потом наследники Аарона, избранные быть священниками, приносили жертвы, клали их на алтарь, и сжигали их во святилище, закрывали меня священническими фодами. Или вот левиты, которых Он избрал для служения при Ковчеге Завета и постоянного служения Ему, а также для принесения жертв пред лицом Господа. Далее мы видим, как Он выбирает Шауля, царя Саула, царя Израильского. За ним идут Давид и Соломон. В Соломах сказано, что Иуда будет князем в Израиле, а Соломон выбран, чтобы построить храм. Если вернуться к Аврааму, народ Израиля был избран в Божье личное владение. И мы снова видим, что сказанное Богом «Пойдем со мной» невероятно особенное, неповторимое отношение Бога и Его народа. Сейчас, если мы посмотрим Писание, увидим одну особенность в избрании Авраама. И это то, что Бог повернулся к нему и сказал «Будь благословен». И далее Израиль умножает причины для Божьего избрания. Например, как инструмент суда. Как сказано в Исаии 41 глава, «Принести силу суда народам». Я процитирую Исаию 42 главу, первый стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Я процитировал это, потому что в Матфея 12, 18 глава, это же самое слово из Исаии было сказано об Иисусе и об Ишову. Если мы смотрим в Новый Завет, там всегда избрание связано с конкретной целью. Например, Иисус выбрал учеников, чтобы принести плод. Чтобы визуализировать это, можно взять пример виноградной лозы. Он обрезает, отрезает то, что не приносило плода. Это довольно больно. Это точно очень болезненно. Или если мы говорим о пшеничном зерне, Господь говорит, «Я избрал тебя принести плод» и дал нам образ зерна для себя и своих последователей, что нужно умереть, чтобы принести плод. Это значит, что мы должны умереть ради плода. И это также значит, что мы можем не увидеть плода. Иисус показывает очень четко, «Если ты избран, если ты принадлежишь мне, тебе будет ненавидеть мир». Павел был выбран Богом, чтобы знать Его волю, видеть праведного, слышать голос из уст его. И Господь сказал ему, что он свидетель перед всеми людьми, которые его когда-либо видели и не слышали. Если мы откроем Коринфянам 1, 27-29, Павел говорит, «Бог выбирает глупейшее, чтобы посрамить мудрое». Просто подумайте, вы хотите быть избранными для посрамления кого-то? Бог выбирает слабое мир. Если ты силен, можешь не переживать, Бог не выберет тебя. Но если ты слаб, ты в опасности. Вдруг Бог выберет тебя. Ты слаб, чтобы постыдить сильных. Бог выбирает презираемых и внетаемых миром. Тех, кто есть никто, кто не может ничего принести тем, кто что-то значит. Если мы делаем себя значимым, если мы показываем свои таланты, одежду, достояние, мы находимся в большой опасности избежать Божьего призыва, если нас вообще выбрали. Бог выбирает тех, кому нечего принести тем, кто что-то значит, чтобы ни одно человеческое существо не могло похвастаться в присутствии Бога. В послании к Ефесянам Павел пишет, что Бог выбрал нас в Себе еще до сотворения мира. А теперь послушайте, цель, чтобы быть святыми и невинными перед Ним в любви. Эти слова многое говорят о Божьем избрании. Избрание всегда имеет цель. Избрание никогда не значит, что ты спасен. Избрание никогда не значит, что ты лучше. Чаще это значит, что ты хуже. Почему иногда мы так завидуем еврейскому народу, что они избраны? Почему христианство с нетерпением показывало, доказывало на протяжении веков, что оно тоже избрано? Мы завидуем-то миру, что мир ненавидит нас? Авраам был выбран быть благословенным. Главная цель Божьего призвания, Божьего выбора Авраама, главная цель истории Израиля заключается в том, что Бог хочет принести благословение в этот мир. Давайте никогда не забывать этого, особенно если Израиль ненавидим, если Израиль обесславлен. Но если Израиль все еще законен, то через это Бог хочет, благословляя, благословить мир. Божьем благословениями Авраама, Исаака и Иакова. До скорой встречи. Шалом!